окуневая рыбалка в карелии тут главное заниматься гимнастикой по утрам и разминать руки потому что если окунь подошел то нужна сила и выносливость сейчас мы проверим опускаем блесну на дно и чуть-чуть приподнимаем и держим раз два три если долго не клюет тогда можно что-нибудь подсадить к блесенке опарыша либо червячка попробуем подсадить посадим опарыша или можно червячка у нас есть червячок попробуем так червяк насажен пока камеру мы настраивали немножечко к ней попалась есть такие неплохие экземпляры но это все неправда пока мы не поймаем на видео сюжет папу сегодня мы тестируем также костюм рыбацкий купленный в карелом пексе в петрозаводске и переделанный в ателье параллели у соседей окунь за окунем а у нас так ладно присядем начнем более тонкую игру какой-то небольшой кусок нам клюнул это как раз сама ловочный размер вечером он нам пригодится на живца наступил вечер и мы на нашем любимом модели ищем активную плотву мормышка опарыш грузик на улице очень холодно и мы в общем то получается даже не успеваем толком фотоаппарат установить аккумуляторы быстро разъезжаются поэтому сколько успеем столько поймаем для видеосюжета плотва здесь клюют не крупная бывают разные периоды времени по плотве но в данном случае пока стайка мелкой плотвы здесь держится 10 сантиметров 1 приподнимаем тащим плотичка самое главное леску не запутать тонкую достаточно сильный ветер поэтому попробуем перевести то что говорилось на ветру и рассказать про проверку самоловок с вечера мы установили самоловки они простояли ночь на морозе на озере хоть мы их и засыпали снегом но мороз был под 18-20 градусов лед промерз соответственно вот мы сейчас пытались вишней пробить намерзший в лунке лед в принципе нам это должно помочь вытащить леску самое главное при работе пешней не перерубить леску которая мерзшая в лед после того как мы пешней пробили лед нужно немножечко почистить лунку чтоб можно было протащить грузик и крючок вот в данном случае на самоловку к нам никто не пришел и мы двигаемся дальше следующая самоловка мы ее присыпали с вечера снегом ночью набило свежего снега снег это хорошо когда много снега сверху сверху то лунка меньше промерзает опять мы ее значит по кругу проходим все пешней вот нам удалось в очередной раз лед пробить и сейчас мы будем вытаскивать нашу приманку но вот здесь конкретно кто-то тянет на ту сторону значит рыба есть важно сейчас не совершить ошибки лунка кроме того чтобы мерзает сверху она еще по диаметру мерзает соответственно налим достаточно крупный скорее всего налим нам попался мы пытаемся подстраховать его багром богоригом придерживаем и протаскиваем налима узкую обмерзшую лунку главное сделать это аккуратненько потому потому что можно крючок вырвать и спасти налима ну блеску порвать павдок порвать вот такая рыбка нам попалась но к слову налим весил около двух килограммов кило 900 копеечка и раньше на вся мере бывали и гигантские налимы нам встречался самый большой налим 5 килограмм 400 грамм примерно вот но такие налимы большие последние года редкость может быть рыбаки виноваты а может быть просто скажем так не попадаем на него потому что стараемся в одних и тех же местах самоловки не ставить есть у нас любимые места которые мы там из года в год чередуем вот очередная самоловка лунка промерзла видно лед освободили от снега чтобы видеть где леска проходит продалбливаем свежий намерзший лед вишней даже на сильном морозе когда этой процедурой занимаешься то жарко аж пот течет так смотрим что у нас тут что кто то есть но небольшой правда похоже есть небольшая проблема рыбка явно сидит но леска не двигается возможно сама леска вмерзла в стенку лунки когда такая ситуация происходит то нам невозможно всю толщину льда пробурить с помощью отколоть с помощью пешни поэтому мы опускаем леску назад рыбка и вытаскивает сами же попробуем использовать альтернативный способ для этого мы берем ледобур коловорот будем рядышком лунку будем ее будем ее под небольшим углом в сторону старой лунки можно угол не делать но лучше небольшой угол сделать потом проще будет перехватывать подо льдом леску аккуратно прочищаем ее легким движением ледобура берем крючок в качестве крючка может быть просто богорик длинный но когда эта проволока проще всего вот и пытаемся через соседнюю лунку подцепить леску которая вмерзла старую лунку в стенке старой лунки вот нам это удалось смотрим а вот и налимчик небольшой налимчик едем дальше все повторяем очищаем от снега пешню и работаем пробиваем намерзший лед ну и пробуем вытащить проверить наживку крючочки похоже что кто-то сидит легкие поддергивания есть да 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 через узкую лунку обмерзшую нужно аккуратно проводить перчатка улетела интересно далеко ли и по ветру унесет но сейчас нельзя отвлекаться нужно доставать рыбу аккуратно есть с налимами в этот раз повезло теперь пора догнать перчатку ну что ж двигаемся дальше еще одна самоловка мы не смогли достучаться до воды с помощью пешни поэтому сразу просверлили сбоку еще одну лунку и пытаемся крючком подцепить леску не всегда это получается особенно если вдруг сидит рыба и рыба натянула леску например под углом в другую сторону но терпение и труд все перетрут снимаем перчатки не боимся мороза не боимся холодной воды голыми руками непродолжительное время работать все-таки надежней и удобней есть подцепили мы леску ну-ка да что то есть очевидно кто то есть тащим-тащим-тащим ну чтож вполне приличный дипляр под килограммчик ну вот последняя самоловка которую мы поставили всего мы поставили одиннадцать или двенадцать самоловок и поймали около семи налимов это по моему 7 налимов это большая удача большой процент сработки если бы не сильные морозы то конечно было бы комфортно и хорошо и большое удовольствие но в этот день на озере кроме нас кроме меня вообще вот здесь по центру Сиамазера где я ставлю сам ловки никого не было вот такой вот у нас лов до встречи в интернете и на озерах